Плохое настроение, плохая жизнь. Отсюда вывод. Всегда будь в хорошем настроении. Привет, я Даша, но сегодня можешь называть меня с ней дурочкой, а также завтра и послезавтра. И сегодня традиционно. Конец месяца, а значит я рассказываю о своих книгах, прочитанных. И сначала хочу рассказать, книга называется «Петербург на званиях улиц, мостов, площадей, проспектов», чего-то там ещё. Совершенно уникальная, гениальная книга, название понятно, да, о чём? Это документальное издание, в котором рассказывается, как возникла та или другая улица, где она пролегает, история её наименований, почему она называлась именно так, что с ней стало и всё такое прочее. На самом деле я из этой книги подчеркнула ту информацию, которую я не подчеркнула за всю свою жизнь. То есть, если названа улица была когда-либо в честь какого-то маршала, героя, учёного, доктора и так далее, то приводится краткая биография, и я много нового узнала, например, вот таким вот описанием улиц. Этимология слов. Это гениально. Я вообще большая поклонница истории происхождения того или иного слова, потому что мы Иван и Ростас, я его не помню, чего вы, но это так. И слово в себе содержит то, что не содержит в себе память людская, историю. И это тоже отражается. Вот кто читает меня в Твиттере, я тут ответила периодически такие вот для себя маленькие открытия. Например, слово «негодяй». Не всегда у него было такое значение. Раньше составляли списки годных к тому или иному делу, например, кузнец, я не знаю, мастеровой какой-то. А те, кто не владел этим ремеслом, их записывали в списки негодных, негодяй, негодный. Оттуда всё и пошло. Автор у нас, кстати, я не озвучила, Алексей Рафеев и Алексей Владимирович. Далее я хочу назвать гениальнейшую книгу, мама о ней уже рассказывала. Это «Женщина Лазаря», автор Степанова. Это что-то удивительное. Наверное, за последние 10 лет у меня не было такого, чтобы книга до такой степени меня поглотила. Я даже, когда спала, мне снились такие сны, которые снились бы главным героем. Это полное поглощение, это болото, в хорошем смысле слова, которое тебя в себя так… И речь идёт, это художественное произведение, речь идёт о начале 20 века, об интеллигенции тех времён и простых людях из низов, которые поднялись благодаря своему уму и хватке до какого-то высокого положения. И описывается очень много ситуаций, типично для того времени, чтобы его… И там есть такая подоплюка, за что я безумно ценю эту книгу «Концовка». Всё к тому ведёт, но ты сидишь и не понимаешь, не догадываешься, чем это всё закончится. Это не передать словами, это только читать самостоятельно. Правда, хотя бы попробуй. Я, правда, не смогу отразить всю гениальность этой книги, она потрясающая. Я, к сожалению, не помню, кто именно мне её посоветовал. Но спасибо тебе большое, если ты меня сейчас видишь. Я просто тебе благодарна. «Сделал бы поклон до земли, да ты не увидишь. Камера не охватывает меня полностью». Так, «Бог никогда не моргает». Автор у нас Регина Бретт. Тут написано, что финалист Пуллицерской премии. «Когда я её начала читать, я пребывала в восхищении. Я не умею читать такие книги. По сути, это 50 советов, как правильно жить. Даже не как правильно жить, а как правильно думать, как правильно вести себя. Ну вот, чтобы было понятно, прочитаю углавление. Если я найду его. А, да. То есть, урок первый. «Жизнь несправедлива, но всё равно хороша». Урок второго. «Когда сомневаешься, просто сделай следующий правильный шаг. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на ненависть. Не будь слишком строг в себе, никто так не делает. Погашай задолженность пролетитки ежемесячно. Не обязательно побеждать любовь в споре, отстаньтесь каждый при своём мнении». И так далее. То есть, название главы — это уже сам по себе какой-то тезис, какой-то афоризм готовый. Внутри главы человек раскрывает эту позицию, что да как да почему, на примере себя, на примере своих близких. Почему мне понравилось не так сильно, как могло бы понравиться. Я не умею читать книги вроде как «100 способов похудеть», «Как стать леди», «50 методов обогатиться», «10 способов сэкономить время», «3 уникальных метода найти работу». Почему я не умею читать? Дело в том, что это нужно осознать, переварить, на медленном огне, поддерживать температуру. Такие книги не прочтёшь залпом. Там нужно, там прочитал какую-то идею, нужно посидеть, переосмыслить, переварить это дело. Я люблю читать залпом, запоем. Я книжный алкоголик. Я не люблю читать по крупице, потом сидеть, думать, я не умею так, я не могу, мне хочется, что там дальше, что там дальше, что там дальше. Я обожаю длинные книги, расстраиваюсь, когда они заканчиваются. Мне нужно бесконечно вот эту книгу, я читала, когда же она закончилась, не слишком много Бога. В Библии нет столько Бога, сколько в этой книге. Но вообще вещь хорошая. Если ты любишь книги подобного плану, это то самое, что тебе нужно. «Американские боги» Нил Гейман. Предистория книги такова. Я её не просто захотела так почитать, не где-то слышала какой-то отзыв или прочла. Где-то вот в 2000-х у нас была в городе платная библиотека. Почему платная? Почему ходила в платную? Потому что в бесплатных я уже всё прочла. И завозы туда как бы медленно делались. Поэтому я пошла в платную и там, значит, шла эту книгу. Тогда, в детстве, в 2000-е где-то, в начале, в самом нулевых. И по сути это «Сумерки богов-2». Ну, знаешь, да, что такое «Сумерки богов»? Тем более, если есть какое-то знакомство, хотя бы поверхностное, с скандинавской мифологией. То есть, ну, если не в курсе, «Сумерки богов» — это сути смерти богов, грубо говоря. И здесь те боги позабытые, они пытаются возродиться. Здесь мне так понравилась эта идея. К тому же у меня были подобные мысли. Я даже написала что-то вроде повести. Она называлась «Сорок-2». Одна из совершенно немногих вещей, которые я всё-таки закончила. И долгие годы потом мне не давала покоя мысли об этой книге. И в конце концов я думала, «Ммм, у меня же на «Бок-микс». Я видела группу, где подсказывают, а я не помнила ни автора, ни названия книги. Я даже же суть очень смутно помнила, очень-очень удалённо. Но я запомнила своё эмоциональное состояние, восторг. Я зашла в группу на «Бок-микс» и описала сюжет, и мне подсказали. И это оказалась она та самая. И я просто в восторге. Столько юмора, столько скепсиса. Обожаю скепсис. Обожаю сарказм. Это тоже там навалом. И мне кажется, здесь Нил Гейман переплюнул Стивена Кинга. Стивена Кинга по отношению, если сравнивать с этой книгой, любую книгу Стивена Кинга взять, которую я читала. Рядом не стоит даже. Это, конечно, моё личное мнение. «История российского государства». Том 1. «Окунин. От истоков до монгольского нашествия». Что здесь сказать? «Окунин оправдал все мои ожидания». Я ожидала очень многого от этой книги. И он их всех оправдал. Кинга мне очень понравилась. Я её очень полюбила. «Окунин прыгнул выше своей головы». Он смог убедить меня посмотреть на татаро-монгольское нашествие не только с отрицательной точки зрения. Этого много вас стоит. Здесь потрясающие иллюстрации. Карты исторические. Какие-то восстановленные по останкам лица князей великих. Единственное, чего мне не хватило в этой книге, но это видно указателям. И геологическое древо. У меня ужасные памятные имена. Я всё время путалась, кто чей сын. Но книга очень интересная, очень познавательная безумная. Я просто в полном восторге. Имеет терпение прочитать остальные тома. У этой книги есть не продолжение, а скорее дополнение. То есть если это документальная книга, то существует «Огненный перст». Это сборник трёх повестей. И в ней Кунина литературно обыгрывает художественным языком то, что написано здесь. «Огненный перст» я покажу в следующем месяце по некоторым причинам, которые не буду сейчас изучать. Удача у меня была книжный месяц. «Рейс Ориона» — это не просто сборник рассказов моего любимого Крапивина. Это была его первая книга когда-то в своё время. Не публикация, не надо путать с рассказами, которые можно публиковать в газетах, журналах, а именно вот когда-то он её рассказывал типично Крапивински, и это хорошо. Очень славные такие, добрые, наивные. «Лебединая песнь» Головкина. Её лучше читать сразу после «Женщин Лазаря» или до них, потому что речь идёт о, как происходило угнетение вот этой прослойки аристократической, когда совершилась дурацкая революция, которая принесла столько бед, слёз, горе, смертей, бессмысленных совершенно. Книгу написала Ирина Головкина. Она из рода Рейсовских-Корсаковых. Это, в принципе, художественная книга, но всё, что в ней написано, — истинная правда. Другое дело, что у Головки она перемешала между собой все события, которые она описывает. Книга удивительная, но в ней и писательница тоже удивительная, очень талантливая, очень… у неё перо хорошо поставлено. Но для того, чтобы горевать о России, о её судьбе, о её трагедии, нужно обладать настоящим поэтическим даром, имеющим в виду не рифмы, а вот, понятно, да, я надеюсь, она до этого не дотягивает немножечко совсем. Я считаю, если ты не дотягиваешь, то лучше оставить это. И вначале… Ей не совсем удаются диалоги. С моей точки зрения, вначале даже путалась между героями. Я не слышала разных людей, я слышала одного и того же человека. То есть, если дело касалось разных сослоев, то есть пролетариат или аристократизм, я слышала тут разных людей. Если она описывала разных людей одного сословия, то тут я уже не слышала разных голосов. Правда, с временем, когда я поняла характер и судьбу каждого из персонажей, я начала различать эти голоса, но до той поры, ну, книга удивительная, изумительная. Просто прописываю её читать людям, которые считают, что Сталин – это классно, что репрессированные все, репрессированные не зря. То есть, я таким людям очень советую почитать побольше о том времени и в обязательном порядке вот именно «Лебединую песню». Далее у нас «Повседневная жизнь в тайной канцелярии». Авторы у нас Игорь Курукин и Елена Никулина. Я не вправе, я думаю, рассуждать об этой книге, так как я не смогла её прочесть. Я едва-едва сто страниц смогла одолеть какими-то чудесами непонятными. А дальше я просто психанула, закрыла книгу. Может быть, я просто умом ещё не доросла её прочитать. Книга документальная, название полностью соответствует, собственно, сути. Для меня она была не то чтобы скучна, это лучшая снотворная в мире, мне кажется, просто. Это первый случай за последние пять лет, когда я бумажную версию книги, я не смогла прочесть, себя заставить. И последний книг, который я хочу показать, это, опять же, «Крапивин. Палочки для Васькиного барабана». Это сборник рассказов в «Крапивинском духе». Здесь есть потрясающая занятность. Не секрет, что в начале книги указывается «Издательство, год издания, имя оформителя» и так далее и тому подобное. Здесь указано, что книга выпущена в 2014 году. Сегодня 30 декабря 2013 года. Время точно не назову, но ближе к трём дня. Книга из будущего. На этом всё. С наступающим новогоднего тебе настроения. Пока-пока.